девочки всем привет у меня посылка новая которая ждала месяц целый месяц изготавливали ее типа 20 дней ручная работа сейчас я достану и это очень узнаваемая вещь вы сейчас поймете скорее всего даже что это за магазин но я в любом случае напишу здесь название чтобы вы не потеряли и приобрели если вам понравится в общем распаковываем лет распаковывал вместе с вами ничего не понятно и это чепчик кошечка с вами будем примерять классный но мне кажется вы уже узнали что это за шапочка но он мне нравится там есть еще красный фуксия я ждала белый но наверное вообще не будет это было лишь у моих фантазиях мне нравится мягкая причем там в составе стопроцентная шерсть но вообще не колет ни капельки и она пушистенькая такая очень приятная а я довольна сейчас весь инстаграм в ней уже ходят там еще есть шапка с прорезями для глаз тоже кошка но это не в моем стиле так скажем более агрессивная кажется это более миленькая девочка вот но мне конечно нравится кошачий город будет москва в этом году так я хочу сделать обзор на саш на шмоточки которые я купила ему прошлом влоге я ведь я на самом деле чтобы он снял для вас обзора его поснимала но увы я так и знала впрочем ну начнем сначала у нас идет рубашечка вот такая розового цвета ну мне она тоже подходит я ее тоже могу спокойно носить мы сашей кстати часто носим вещи друг друга в особенности я ну что прикольно и цвет вот вот первая рубашка нас туалет две тысячи рублей это размер эль такая же точно синяя рубашка такой синий серый цвет вот он уже поносил здесь какая момента вся вот ну нет уж как подходит согласись сейчас все вещи тоже будет знать так но вот этот джемпер я общем себе забрала его покупала сначала саша взяла в примерочную сама померила и я поняла что это это мне это не ну это мне но он его померила он тоже ему как раз вот кофточка на двоих так как получается две тысячи рублей а без скидки стоил 2 800 и у нас идут такие два джемпера на слона я их назвала джемпер на слона релакс фит но что они переборщили с релаксом вот на мне между прочим тот же самый джемпер только в желтом цвете и на мне размер и посмотрите насколько он меньше то есть у старший размер эль а то и excel иногда бывает я ему взяла эль чтобы не прогадать в итоге прогадала супер оверсайз расслабленный для бытовой жизни отлично для работы конечно не подойдет но естественно будет носить его в бытовой жизни две триста стоит этот джемпер и точно такой же серый тоже на слона даже цвета слона короче вот ну мне понравилось как на нем смотрится вот настолько большой но он померил мой вот этот желтенький в размере м и у него соответственно вот размер м получается если судить по вот этим джемпером но они крутые у меня подружка тоже себе накупил их вообще не офигенный тонкие мягенькие для всего подходят и как база и вот и с велосипедка видите я ношу и на работу супер вообще и цвета красивая вот ну все обзор такой мини закончился еще саша в одном джемпере ускакал на работу поэтому я его не покажу вам но он похож вот на этот только он без горла точно такой же чуть чуть более бежеватый цвет и без горла и он стоил вообще восемьсот пятьдесят рублей вам по скидке такие цены конечно не знаю где мы еще такие с третьим ценам сегодня вышла информация кстати что zara остается и какие-то от endotex остальные магазины сам endotex уходит продает свой бизнес надеюсь что вы чем даем тоже решат также сделать потому что это конечно один из лучших магазинов вот для таких вещичек каких-то простых базовых недорогих и реально качественных в россии к сожалению производство одежды не позволяет делать такие цены такого качества и в таких количествах соответственно что у нас не ткани нормальных ничего я сама как человек который пытался так скажем сделать линию одежды но это приостановилась неизвестно на какой срок поняла что у нас ну просто отсутствует вообще ткани из которых можно выбирать нормальные ткани хорошие и не из супер хороших тканей не знаю комплект одежды будет стоить по себестоимости только 22 тысячи рублей это верх и низ это не верхняя причем одежда и для меня конечно это был шок потому что я такая думаю ну блин а за сколько же я их продавать буду я понимаю что те кто захочет кому понравится те купят купят все одежда всегда нужна и вот так так это работает но как бы цену в 30 тысяч на костюм знаете на спортивный не очень хотелось как-то ставить планировала делать очень хорошее качество очень хорошие материалы вот за эти материалы я отдам больше чем я могла отдать за материалы которые европейские более лучшего качества я могла отдать меньше логика как бы вот такая все приостановилось мои мысли приостановились после определенных чисел вот не знаю мне не очень нравятся российские бренды таким средним ценам качество мне не нравится у них как сидит мне не нравится мне нравится 12 stores мне нравится игрик а плантороса такие более качественные магазины там и цены простите карго в районе 40 тысяч но я не знаю ну кому ну куда куда это я понимаю что их кучу кого покупает но многие не могут себе позволить и хотелось бы просто делать доступные вещи очень качественные красивые но как-то как-то вот так к сожалению и многие ездят на выставки другие страны я знаю турции в китай в дубай но вот и съездишь там в крокус экспо например на выставку к нам жесть вот хочешь самое минималистичное что-то выбрать нет не найдешь нормально либо найдешь ну типа супер дорого за столько за сколько можно было это купить намного дешевле уже я в негодованиях я вообще не знаю зачем я это рассказываю не хотела об этом вообще рассказывать но потому что у меня накипел все что будет что нибудь покажу вам шапочку поближе за 1 ручная работа напоминаю вот будут максимы ходить интересно саша придет посмотрит что скажет я еще в расстройстве тут два слоя джинс и они мне все малы и старые размеры я просто в шоке я решила разобрать шкаф и такая смотрю джинсы давно и носила решила померить и просто в них тупо не влезла но не то что не влезла и не смогла застегнуть пуговицу я не поправлялась я вешу ровно столько же в общем вы просто не представляете мою боль здесь массимо мои любимые джинсы я щас маме повезу если ей не подойдут придется продавать просто мешок какой-то так я уже в новой шапке еду к девочкам взяла свои чипсы самые любимые зяки-зяки блин не видно короче они реально очень вкусные поверьте мне на слово продаются в самокате взяла шампанское снимаю я все в сборе мы жарим картошечку фри светится смешно бурление о боже помню как в детстве мы с папой часто во фритюрнице делали картошечку варево первый снег пошел обожаю этот момент какая красота я уже предвкушаю когда будет все заснеженное все белое джинсы девочки доброе утро сейчас будет у нас unpacking мы будем умываться вместе помните я вам жаловы что мне заканчивается моя любимая косметика медик 8 вот я решила купить абсолютно новый бренд которым никогда не пользовалась он мне очень давно нравился я присматривалась и наконец-то приобрела вы сейчас узнать вы сейчас узнаете этот бренд сто процентов хотя бы хотя бы вот по этой маски айзоп фирма называется сама маска называется парлисит это очищающая маска у нас глиной и просто супер круто очищает будем проверять косметика единственное что содержит масла моя косметолог мне просто говорила что нельзя пользоваться маслами вообще ни в коем случае я решила пойти от обратного и попробовать я такая сонно мне что-то голова вообще проснулась головной болью это какой-то ужас ненавижу какие-то волосы торчат все равно все не то явно так дальше продолжаем это у нас гель для умывания называется тоже парлисит вся косметика направлена на жирную на проблемную направленную на лечение комедонов вот тоже я вам состав показываю масел правда дофига больше ну посмотрим я просто увидела отзывы у девчонки у которой тоже оказывается были проблемы с комедонами и она сказала что когда я стала пользоваться этой косметикой они реально ушли и вся эта косметика в каждом средстве есть антимикробное какое-то в составе что-то антимикробное короче очищающий тоник для лица это уже биттер оранж я себе на сайте сначала подбирала долго по составу по принципу работы средства каждого вот и потом пришла купила запахи у них такие знаете типа аптечный на травах вот такое что с подружкой были ей не понравились запахи но мне не принципиально мне главное чтобы косметика работала дальше у нас идет увлажняющий крем мандарин говорят что он увлажняет даже комбинированную кожу хорошо то есть если где-то сухие участки и жирные то он как-то так работает в совокупности что кожа получается идеальная и где сухая и где жирная значит тут 60 миллилитров решила взять 60 на пробу потом возьму 120 по моему там еще есть большая баночка вот такой у нас обзор значит сейчас мы с вами будем умываться так говорят еще что он не пенится особо блин перелила перелила слушайте не очень удобно так наливать из такого большого мне нравится такие реально я даже не могу вам какой-то шалфей будто перемешку еще с какими травами интересно так пробуем что-то и приборщила с этим говорят он особо не намыливается белит видите тут такой эффект конечно интересный у меня обычно после любой умвашки ну стягивает кожу она такая становится суховатая а здесь будто бы я уже кремом ее увлажнила это странно то есть я сейчас больше ничего не мазалась и только умылась такая нежная кожа офигеть ничего не стянуто так уже мне это нравится так дальше мы будем сейчас с вами масочку наносить надо вскрыть ее сначала ммм масочку я не слушала так с масочкой надо наверное походить минут 20 посмотрите такой цвет так запах более едкий тоже травы говорят что это чудо масочка приятно пощипывает холодок по лицу бегает я люблю такие типа натуральные с добавлением всяких кислот смотрим чуть-чуть вот здесь вот здесь белые участки а в других местах нет может быть прыщички точечные еще я смыла маску посмотрите как блестит лицо просто офигеть я в общем поняла чем отличается маска от обычных глиняных по крайней мере в момент когда я ее смывала возможно высохшие частички скатались и было ощущение как будто я смываю может быть с микро микро скрабом лицо то есть оно еще больше вычищалось при моменте смывания и это тоже очень так приятно вот сейчас я ощущаю немного стянутость в области т-зоны ну вот здесь как всегда самые такие более сухие участки но в любом случае она тоже очень нежная как будто наполированная то есть вы сами видите да по блеску реально кожа наполированная я конечно удивлена дальше мы будем очищать лицо тоником тут хоть удобный дозатор смотрите по цвету оранжевый такой тоже на травах тут уже другой запах какой-то отличающийся от предыдущих продуктов здесь еще где-то присутствует точно салициловая кислота возможно это в тонике по логике потому что салициловая кислота сами знаете очень хорошо борется с несовершенствами тоже с воспалениями кожи главное чтобы он стоял на первом месте всегда в составах то что составов указывают вот смотрите на каком месте что какой ингредиент стоит вот здесь например вода потом спирт алкоголь спирт я сейчас здесь ощущаю при этом это не очень хорошо типа для моей кожи ну и масло уже более на последних местах идут вот это важный достаточно аспект ну приступаем к кремушку все запечатано запах крема такой аптечный не чувствую прям особо трав размазывается достаточно комфортно его размазывать начала и он реально мандаринка чуть-чуть запах меня подкупил конечно фактор что в каждом продукте этого бренда присутствует какое-то противомикробное средство ну какой-то компонент потому что я думаю это очень важно у нас же прыщи появляются от того что какая-то бяка попала возможно проверим не буду мазать сухие участки кожи дополнительно жирненьким кремом проверим как справится этот а если уж не справится то подмажу жирненьким всегда кстати так делаю потому что моя кожа жирная и ей типа плотные крема вообще не подходит потому что мне лицо становится как жирный жирный блин я пользуюсь достаточно легкими кремами но сухие участки я всегда мажу более жирным я вам его показывал в распаковке и первый раз я им попользовалась слушайте мне понравился он реально хорошо увлажняет все лицо я им не рискнула мазать потому что там тоже присутствует масло а еще очень прикольно выглядит сам крем там видите такие оранжевые скрабинки типа я так поняла это капсулки с маслом потому что на лице когда ты мажешь они как бы лопаются и возможно там дополнительное масло не знаю вот но хорошо что хорошо увлажняет то что у меня даже у меня здесь зона вот эта она еще красная здесь постоянно какое-то раздражение появляется обычно вот в этом прям даже углу и этот крем где я его забываю мазать у меня прям более красный а когда я им мажу у меня прям все отлично короче мы вместе умылись с вами значит вот такая косметика классная пока что ничего плохого сказать не могу вот мне понравилось по использованию единственный неудобный дозатор в геле то что выливается максимум какой-то вот в общем супер и выглядит конечно так эстетично я не могу я очень люблю такие баночки бутылочки я